У нас на связи Сергей Грабский, военный эксперт Украина. Расскажите, пожалуйста, ну вот сейчас наступила оперативная пауза. Вынужденная она или она, скажем так, планированная со стороны войск Российской Федерации? Роман, самое начало. Оперативная пауза по определению это состояние войск, которые после проведения наступательной операции утратили возможность продолжать наступательную операцию и остановились на занятых рубежах. Я это к чему? Что эта оперативная пауза не касается всей тысячекилометровой протяженности фронта. Это небольшой участок в районе Луганской области, вернее того кусочка Луганской области, на котором идут бои. Да, это вынужденная мера, потому что россияне вынуждены были признать, ну как, не очевидно, а косвенно они как бы высказали, что на сегодняшний день они не могут продолжать наступательные действия. Они вынуждены сейчас остановиться и начать перегруппировку, перераспределение сил и средств, подтягивать резервы, сосредотачивать оружие, боеприпасы, накапливать снаряды и бензин. Поэтому да, на том участке оперативная пауза, на других продолжается такое, знаете, тактическое перемещение вдоль линии фронта, попытки продвинуться на каких-то направлениях и попытки отбить. Ну и это все сопровождается массированными артиллерийскими обстрелами в тактическую глубину в обе стороны. Они все равно не остановятся. В любом случае будет где-то наступление. Это будет Славянск-Краматорск или Харьков? Или и то, и другое? Вы знаете, на сегодняшний день то, что мы видим, российская армия не способна проводить одновременно наступательные действия на нескольких операционных направлениях. Я вам скажу больше даже, когда мы внимательно наблюдали за северодонецкой эпопеей, удивительным выглядел тот факт, что они как бы проводили атаки только в лоб и с южного фланга. Логично было бы, если бы они хотели окружить украинские войска, наступать еще и с север, то есть чтобы замокнуть кольцо окружения. Они даже на это не оказались способны, поэтому, безусловно, пометуя, что цель была определена, это освобождение Луганской и Донецкой области, в кавычках, конечно же, они, скорее всего, будут продолжать наступать там, потому что для того, чтобы сосредоточить на Харькове достаточно сил и средств, для этого нужны месяцы и месяцы подготовки. У них пока таких и сил и средств нет, и времени у них особо нет, поэтому они продолжают, будут продолжать на Донбассе, скорее всего. Но там вроде концентрируются же со стороны российской границы, рядом с Харьковской областью, очень серьезные силы, но они, правда, не переходят пока, но собираются. Да, они как бы концентрируются, сосредотачиваются, но это часть сил, которая будет переброшена по нашему, мы много раз с вами говорили об этом направлении Волчанск, Великий Бурлок-Купенск в сторону Изюма для того, чтобы нанести удар именно по направлению Изюм-Славянск. Потому что, еще раз говорю, позиции российских войск, даже в том количестве, которые сейчас концентрированы на Харьковском направлении, недостаточно для того, чтобы осуществить такое массовое наступление, пометуя, что они будут сковываться еще действиями украинских войск в районе Донбасса. То есть, на такие действия они не способны. Почему они не продолжили наступление на востоке Украины, скажем так, на плечах, не попытались после Лисичанск рвануть в сторону Бахмута, в сторону Славянска? Вы знаете, здесь же, здесь как бы, как вам сказать, задачей и вообще результатом любой операции является не захват территории, как таковы, потому что войска могут маневрировать по этим территориям, а уничтожение войск именно. Так вот, уничтожение войск не удалось. Украинская армия провела очень грамотную операцию, но уже 2-го числа знали, что украинских войск в Лисичанске нет. И они отошли, и там только подразделения спецназа и спецназа ГУР проводили такие отвлекающие действия, создавая видимость того, что войска еще присутствуют в Лисичанске. Поэтому продолжать можно было бы на плечах деморализованных бегущих войск. А войска, которые отошли и закрепились в районе той же Белогоровки, в районе того же Северска, они готовы к боям, что и доказало буквально Белогоровка в очередной раз, когда там разгромили очередную переправу. То есть поэтому шансов наступать у противника не было просто никаких. Хаймарсы вроде работают. Такое количество складов разрушено и Донецк, и Херсон, и Мелитополь. Вот на ваш взгляд появились такие мнения, что это уже какой-то перелом возможный. Возможно ли это в сторону перелома? Или это как один из факторов такого медленного изменения? Пока я это называю тестовый режим эксплуатации. Тестовый режим эксплуатации, вы понимаете, и ребята, которые служили в армии, тоже меня поймут. Речь идет о том, что Хаймарс для нас есть достаточно новым оружием, то есть таким, который еще не был вписан в методики и алгоритмы введения боевых действий. Поэтому сейчас они показали себя очень эффективно. Сейчас рассматривается вопрос дополнительных поставок. Мы ожидаем, что к концу месяца мы будем иметь как минимум 12, а то и 14 единиц. Могу ошибаться. Сейчас 9, хотят еще 4 добавить, а будет 13? Да, 13. Пусть 13. 13 единиц. И тогда мы уже будем более сосредоточенно наносить удары по наиболее таким угрожаемым направлениям фронтов. Удары, конечно же, будут наноситься не по передовым позициям, потому что гоняться такими ракетами за каждым отдельным танком – это бессмысленно. Но удары именно по складам, по пунктам управления, по районам сосредоточения, то есть Хаймарсы в результате вот этого тестового использования, они уже как бы нашли свое место. И понятно, никто не будет в Украине гоняться за паритетом, то есть никто не будет требовать, чтобы у нас было ровно столько же стволов артиллерии или ровно столько же танков, как в Российской Федерации. Но наносить удары, оставаясь в безопасности по базам и складам на большую глубину, разрушая логистику российских войск, которые так, мягко говоря, не совсем эффективны, это может изменить ситуацию, ну даже в плане того, что россияне вообще утеряют так называемый наступательный порыв и не смогут продолжать такие действия. А дальше уже будет зависеть от того, какое количество гаубиц, какое количество бронемашин и других видов вооружения придет в Украину. Вот 20, ну порядок, давайте 20 оперативных складов, это такого бригадного или дивизионного, я не знаю, серьезного складирования. Это много или мало? Это серьезно влияет на действия войск? Это, понимаете, есть еще такое понятие, я должен его тоже озвучить, называется эшелонирование запасов. То есть, знаете, но если так для гражданских людей, вы стоите на светофоре где-то далеко и увидели, что зеленый свет уже загорелся, но вы пока не двигаетесь. То есть здесь примерно такая же ситуация. Да, это сильно влияет на противника, но не следует ожидать, что это случится вот завтра или послезавтра, они ослабят свой наступательный порыв или подготовку. Это может случиться через 5-7 дней, когда так называемые полевые запасы иссякнут, а подавать уже будет нечего. То есть вот именно вот этот ключевой момент именно оперативной логистики сейчас подвергся такому удару. К сожалению, только 20 складов. К сожалению, это мало, это чертовски мало для того, чтобы остановить противника. А сколько всего складов вот таких есть у россиян в Украине и в ближайших границах? Ну, вы знаете точно. 100, 200? Нет, 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 нет. Конечно же нет. То есть вы правильно отметили, что удары наносились по складам бригадного, ну, не дивизионного, промежуточного. То есть у них это называется корпусной или армейский уровень. То есть как минимум таких складов только по боеприпасам должно быть от 10 до 12. Такие же склады должны быть по... Я имею в виду дивизионные и выше. Дивизионные и выше. Такие же склады должны быть по другим видам материальных средств. То есть по горючему, по запчастям, по всему спектру поставок. То есть целей много? Целей очень много, поэтому, знаете, я на наших каналах тоже говорю, ребята, давайте пока оставим в покое Крымский мост и давайте займемся пока этими целями. У нас есть что расстреливать. Кстати, показательный расстрел, ну, допустим, не моста, а какой-нибудь развязки рядом с мостом, который перекроют. А почему это не производится? Ведь уже даже американский бригадный генерал какой-то там сказал, что это нормальная цель, объяснимая для Украины. Цель это нормальная, но, помятуя, что у нас не бесконечные ресурсы этих высокоточных боеприпасов, помятуя, что соотношение цена-качество будет не в пользу этой цели, мы пока воздерживаемся от нанесения ударов именно по таким объектам. Потому что, знаете, поцарапать мост, поцарапать развязку какую-то, да, можно, но ее восстановят в течение 48 часов. И что? Может, лучше все-таки, я думаю, что, ну, не то что думаю, я уверен, что наше военное командование больше сосредоточено на уничтожении именно того, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью, то есть именно бригадные, дивизионные, армейские склады и сосредоточение войск и командные пункты. Командные пункты тоже подвергаются ударам. Здесь восполнить потери будет гораздо сложнее. А что касается... Да, соотношение на начало войны войск и техники России к Украине было 1 к 10. То есть Украина 1, 10 с российской стороны. Потери, в принципе, Украины от 1 до 3, от 1 до 4 по разным оценкам. То есть в долгую, в любом случае, математика работает не в пользу Украины. Вот такие поставки, которые, ну, явно не соответствуют темпам войны. А Украина, ну, скажем так, Украина все равно на дальней дистанции при таком раскладе проигрывает чисто из ресурсов. Вы знаете, да, я с вами могу согласиться, но здесь же не идет речь о том, что мы говорим, что эти поставки, вот, они будут продолжаться именно в том темпе. И даже понимая специфику того же Ленд-Лиза, мы понимаем, что он заработает, ну, по моим расчетам, не раньше февраля. Не раньше февраля. Февраля? То есть еще полгода от октября? Да. Ну, а от Украины что останется к тому моменту? Да, останется от Украины. Вы понимаете, что Ленд-Лиз, это как бы, да, это хорошо, это здорово, это понятно и надежно, но мы же получаем и по другим линиям поставки. То есть у нас, например, сейчас бронетанковая техника восстанавливается и приводится в боевое состояние за счет именно поставок с Восточной Европы. Артиллерия точно так же поступает. Гаубицы, мы как бы не на Хаймарс единый молимся, а на артиллерию в том числе и на другие поставки. То есть сейчас мы уже говорим о том, что мы как бы более-менее упрочили свою противотанковую и противокорабельную оборону. То есть на сегодняшний день даже по заявлениям тех же самых Соединенных Штатов противотанковых средств в Украине больше, чем танков в мире существует. И мы показали свою высокую эффективность в действиях. Россиянам не удалось уничтожить украинскую авиацию, и украинская авиация продолжает наносить достаточно серьезные еще темы удары. То есть, ну и россияне не всесильны, потому что, знаете, да, в очень долгой перспективе, если мы возьмем статику, то, конечно же, арифметически их больше, но тут же включается динамика того, что, например, я могу привести такой пример. Да, у них там много танков, и танки действуют, но у танков есть такой важный элемент, как двигатель. Этот двигатель имеет ресурс тысячи часов. То есть танки изнашиваются, двигатели изнашиваются, а заменять их особо нечем, потому что те же санкции начинают влиять. То есть, знаете, тут такой косвенный удар наносится, плюс Россия, она не может себе позволить роскошь объявить всеобщую мобилизацию, потому что у нее нет базы мобилизационного развертывания, ей очень сложно будет вырвать из трепыхающейся экономики дополнительные ресурсы. Поэтому сейчас очень, знаете, активно проводится работа по привлечению так называемых внешних ресурсов, а именно страны Центральной Азии, возможно, ну, Сирия не сработала, не выстрелила, они как бы не прижились в наших условиях. Мы говорим о вербовке, попытке вербовки людей в Приднестровье, в Южной Осетии, в Абхазии и так далее, то есть в таких регионах. И здесь ЧВК Вагнера и другие ЧВК как бы начинают играть более такую активную роль, что, безусловно, сказывается на качестве их комплектования. То есть никто в Украине даже не сомневается, что нам предстоят очень тяжелые времена, и Россия будет делать все, чтобы достичь каких-то результатов, но и она не настолько сильна, как должна оказаться. Борьба продолжается, и нам просто отступать некуда. И вы, как Израиль, вы, как страна, прекрасно у нас понимаете, что мы находимся с вами в абсолютно идентичной ситуации. Ну, слова Голдемейра нам не оставили пространства для компромиссов. Да. По обстрелам Украины, часов яр, 15 тел уже погибших, и, судя по всему, их будет больше. Это все-таки не ракета была, это град. Но при этом Россия еще собирается применять по наземным целям С-300. Вот это что такое? Как можно противоракетную вот эту вот систему по наземным целям? Вы знаете, меня это тоже удивляет очень сильно, потому что, знаете, по Афганистану я помню, как маджахеды, они просто обматывали гранату от гранатомета колючей проволокой и использовали это как осколочное средство для нанесения ударов. Ожидать какой-то высокой эффективности, кроме прямого попадания и террористических результатов от таких ударов, ну, я не ожидаю, но Россия может себе позволить такую роскошь, как бы запускать такие ракеты в виде импровизации. К чему это приведет? Вероятно, к потерям. Но понимаете, в чем дело? В первую очередь эти удары наносятся, как вы сами замечаете, по гражданскому населению. И это просто мы наблюдаем с вами примитивный, как бы это ни звучало, террор против именно гражданских людей. По военным такие цели, удары такие, они не будут высокоэффективными, безусловно. Что подвигают России на это, объяснить трудно, потому что, как бы, старых ракет у них достаточно, но по разным оценкам они все-таки использовали 50% своих ракет. Почему грады достреливают? Все-таки до Харьковской области не хватает ответа в виде артиллерии. Ну, понятно, что железного купола нет. Ну, хоть какая-то защита от них есть? От градов нет, на сегодняшний день нет защиты. Перехватить их средствами противовоздушной обороны невозможно. Они стреляют пакетами, и, простите меня, но даже железный купол не смог бы их перехватить. Суммарный залп градов, батареи градов, это 120 ракет, а боекомплект купола 60. То есть 60 ракет по-любому пройдут. И купол не рассчитан на такую интенсивную стрельбу. А сколько километров у градов? 25-30 километров. То есть артой их не закрыть? А той артой, ну, скажем так, которой у нас пока еще большинство, не закрыть. Сейчас к нам начинают поступать, и Америка, ну, как бы, помогает в этом, как минимум, тысячу снарядов типа Эскалибур, дальность которых составляет от 60, по некоторым оценкам, до 70 километров. Там ситуация может поменяться. Это уже точечное оружие, которое позволит нам реагировать и на грады, и на смерчи, и на ураганы. То есть на этом участке пока этого нету, да? Пока этого нету. И как для нас, так и для россиян панацея, или какого-то более-менее адекватного средства противоракетной обороны не существует. Еще вопрос. Вроде сформулировал, по-моему, это Михаил Подоляк говорил о том, что при накоплении бронетанковых кулаков, при использовании достаточного паритета в РСЗО, это Хаймерс и прочих, при использовании артиллерийского паритета, то есть накоплении сил, возможен, скажем так, контрнаступательное действие украинских войск. Вот эти три пункта обязательны? И как быстро они наступят? И возможно ли вообще наступление их? Да, эти пункты обязательно. Я бы добавил сюда еще надежное противовоздушное обороны и прикрытие с воздуха. Как быстро? Ну, в зависимости от того, как будут поступать эти системы вооружения. Нужно понимать, опять же, знаете, мы не говорим о Донбассе, где плотность российских войск очень высокая, там специфика местности. Но при достаточном накоплении сил и средств на открытой местности, такие как Херсонские степи, Запорожские степи, да, это возможно в течение буквально трех-четырех месяцев. К концу лета точно. Херсон, там вот какая-то тишина. Говорят, что все успешно, все неплохо, но пока не сообщаем. Вот что не сообщаем, что можно хотя бы сказать о событиях на Херсонщине? На Херсонщине сейчас украинская армия выполняет две основные задачи. Первая, сковывает противника в местах его основного сосредоточения, не давая ему возможность закрепиться или осуществить какие-то вменяемые наступательные действия, где возможно методом просачивания сквозь позиции, методом нанесения фланговых ударов, мы потихоньку, очень медленно, это даже нельзя назвать наступление, проводим такие атакующие действия тактического характера, которые позволяют изменить конфигурацию линии обороны противника. То есть медленно, медленно, такими методами даже, я бы сказал, не лягушачьих прыжков, а блошиных прыжков. Украинская армия как бы пытается придвинуться как можно ближе к Херсону для того, чтобы иметь возможность достать переправы через Днепр. Ближайшие вот недели, неделю-две, какие будут развития событий в Украине, на ваш взгляд? Вы знаете, трудно сказать, трудно сказать, ну, я бы, первая реакция, я бы сказал, да, особо никаких, потому что в районе Донбасса мы будем наблюдать продолжение активных обстрелов линии фронта, противник будет продолжать накапливать силы, будет пытаться отодвинуть нас в районе Харькова, будет пытаться продолжать вести сдерживающие действия в Северной Таврии, ну, и на Херсонском направлении. Все больше и больше опасений вызывает, конечно, белорусское направление, и мы вынуждены обращать туда все больше и больше внимания. Наши ребята уже перешли к демонстрационному минированию подходов и участков границы на том направлении. Это говорит о том, что, скорее всего, возможно вступление белорусских войск или россиян через Белоруссию? Россиян через Белоруссию с участием белорусских войск. Ну, такие два примера. Это, во-первых, продолжение так называемых милиционных учений белорусской армии до 16 июля. Ожидалось, что сегодня они должны были закончиться, вернее, вчера. Продолжили еще на неделю. И активные действия российской и белорусской авиации. Но специфика в чем? Я не помню, говорил или нет. По всем канонам так называемого союзного государства, все группировки военно-космических сил России и военно-воздушных сил Белоруссии подчиняются военно-космическим силам Российской Федерации. То есть Россия там командует на всех аэродромах. Плюс, третий, я забыл этот пункт, туда начали перемещаться подразделения российской армии. Но вы же говорите, что Россия не может по нескольким направлениям вести атаку. Если они будут работать в Донецкой области, при чем здесь Белоруссия? А там есть другой нюанс, что все наземные операции, которые проводятся на территории союзного государства, тире на территории Белоруссии, управляются генеральным штабом белорусской армии. То есть они могут взять на себя такую, знаете, сателлитную роль. Ну и плюс, никто не говорит о том, что они вот завтра ворвутся во Львов или там будут штурмовать Киев и так далее и тому подобное. Их задача сковывающие действия, демонстрационные, отвлекающие. То есть для этого, я думаю, опыта белорусских военных, пусть небольшого, но хватит. Спасибо большое. В эфире Лучшего радио был Сергей Грабский, украинский военный эксперт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!